К концу 1915 года, спустя уже полтора года, как идет, шла война, во Франции понесла огромные потери и сложилась катастрофическая ситуация, в которой правительство было вынуждено снимать с фронта, из боевых частей, снимать людей для того, чтобы направить их на работу на предприятия оборонной промышленности. То есть катастрофическая нехватка кадров, так назовем. В то время, одновременно с этим, Россия испытывала большой дефицит в военном обеспечении и известный факт, когда в 2014 году на Восточном фронте в русских частях у солдат было по пять, одна винтовка на двоих, по пять патрон в день на эту винтовку и три снаряда на батарею в день. Катастрофическая ситуация. И здесь я хочу подчеркнуть, что вопреки расхожему мнению, когда и историки многие заявляют о том, что их продали, продали как рабов, продали за снаряды. Я категорически с этим не согласен. Во-первых, они сражались, они, это наши солдаты на Восточном и на Западном фронте, они вели боевые действия против одного и того же противника в одной и той же войне. Их не куда-то в Китай направили. Они били тех же самых немцев, австро-венгров. Но при этом мой родной дедушка Петр Гаврилович воевал во Франции с полным обеспечением. Как амуниция, питание, не говоря уже о патронах, снарядах. Дед мой был пулеметчиком, командир пулеметного расчета, знаменитого пулемета Гочкеса. Это легенда Первой мировой войны, французский пулемет. А в это время его родной брат Георгий Гаврилович Мессонов в составе 67-го Тарутинского полка воевал на Восточном фронте. И можно, в общем-то, так сказать, что благодаря тому, что старший брат Петр воевал во Франции, отчасти благодаря этому его младший брат Георгий шел в атаку не с саперной лопаткой, а с нормальной винтовкой того же Любеля.